В этом видео вы узнаете, какое отношение к атоллу в Тихом океане имеет русский полководец Суворов. И почему полинезийцы до неузнаваемости изменили его название. Возможно, при просмотре этого видео у вас возникнет мысль, а где же Настя? А Настя мало, потому что она социофоб и ушла гулять в одиночку по острову. Майна! После 40 с лишних дней пути мы подходим к первой остановке на нашем маршруте. Это вот атолл имени русского полководца Суворова, на который весь мир остально зовет Суворов. Вот там вот видно островки, наверное, на горизонте. Мы пока легли в дрейф перед островом. Время 10 утра. Низкая вода будет в час дня примерно. Нам в это время как раз надо будет заходить, чтобы не попасть ни в попутное течение. Вот, ждем. А смотри, Лада, фрегат все на мачту хочет сесть фрегат. Пап, тебе нам знаки? Нет, я вам не клею. Долой зиму! Ровно через три года после отбытия мы прибыли в тропики. Атолл Суворов. Должны быть рейнджеры в сезон, но, по-моему, их уже нет. Видимо, не сезон уже начался. Так что, если придет ураган завтра... Сморство и непонавление. Да. Мало того, что мы проникли на территорию чужого государства. Нелегально. Нелегально, без документов и предупреждений. Которое закрыто на пандемию. Да еще и отсюда даже представители две штуки официального государства могли уйти, если они, конечно, не сидят там под пальмой тихонечко и не ждут, когда мы придут. Я не могу снять люди засадить. Да, с ручьем. Настя, первая, первый открыватель. О, ребята, АТОЛ Суваров. Единственный АТОЛ, который сохранил русское название на международных картах. Я так понимаю, что Кейптаун, Бенда, Регуон, Окленд и Торонто сделаны изначально владельцами этого места. А там уже дальше яхты всякие отмечались. Карамба. Санкт-Петербург. Ребята, отзовитесь, кто эту табличку оставил. Остров назван в честь великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, но не напрямую, а опосредованно. В 1814 году, в сентябре месяце, Михаил Лазарев, тот самый, который через 6 лет вместе с Белинсгаузеном откроет Антарктиду, первый из европейцев открыл этот АТОЛ. А был он на судне, которое называлось Суворов. Но когда острова Купок стали независимыми, они решили добавить в свой обиход чуть больше полинезийского, и слово Суваров, приближенное чуть-чуть к звучанию полинезийского языка, слышится как Суварроу. И теперь этот АТОЛ называется даже не Суваров, а Суварроу. Вот и догадайся. В память о посещении АТОЛов Суворов, открытого русским мореплавателем Михаилом Лазаревым, 18 сентября 1814 года, советская экспедиция судна Калиста-6, 14 февраля 1977 года. И вот, видимо, это Калиста-6, вот там вот изображено. А здесь Академия наук СССР. ДВО, Владивосток, Академик, Апарин, 6-й экспедиционный рейс, февраль 1988 год, АТОЛ Суворова. Но, к сожалению, написано только на кириллице, поэтому для большинства иностранцев, подавляющего, вот эти таблички, в общем, просто экзотика, мало что значащая. Походу рейнджеров здесь уже нет, хотя вступать с 1 ноября нельзя на территорию национального парка. Сегодня у нас еще октябрь 19-й, кажется. Нельзя с собаками, нельзя с мусором, нельзя с фруктами сюда приходить. Во-первых, там висит кепка. Во-вторых, стоят ботинки. В-третьих, лежат пирожки. В-четвертых, все разбросано и открыто хранилище с водой. Вид сельский, атолловский. Сейчас мы находимся на атолле Суваров, в самом его эпицентре, на самой высшей точке этого самого атолла. Это часть островов Кука. Лагуна довольно большая, около 8 миль в диаметре, но кусочков суши очень мало. Вот это кольцо атолла на лагуне, риф, который иногда даже не ошибко выдается из воды. Здесь полгода живут 2 рейнджера. Ровно за 3 дня до нашего прихода они покинули это место, замуровав все личное ценное вот там наверху и оставив очень много внутри. В кране есть вода. Кокосы тоже мы пронесли. Вот эти все для кофе штуковины. Открытые банки тушенки, пирожки, которые слегка деревянные. Чеснок. И куча всяких, ну тут вот, специи и того сего. Потерпевший кораблекрушение найдет на этом атолле, чем перекусить, где переночевать. Вот в этом домике даже есть кровать и матрасы, плита, дизель-генератор. Если вдруг он потерпит крушение с баком топлива, то можно, наверное, его и запустить. И если у него руки растут откуда надо, то вполне себе может прожить даже с комфортом. Но и без комфорта на этом острове довольно легко выжить в его климате и изобилие кокосов, а также разной живности. Примером ярким тому служит Том Нил, который целых 25 лет с 1952 по 1977 год один одинешенник прожил на этом острове. Он был настоящим Робинзоном Атола Суваров, стал его легендой и написал книгу, которая называется «Остров для себя». После него здесь поселилась одна семья. Она прожила здесь около 20 месяцев. Затем отбыла на архипелаг Суамоту. Следом жила еще одна семья с двумя детьми. Они здесь разводили кур, гусей держали, садили огород и, в общем, жили таким натуральным хозяйством, принимая их смену в круизеров. После этого через длительное время здесь сделали национальный парк и полгода из года живут рейнджеры. Об этом свидетельствует вот этот вот график. 31 января зачеркнут каждый день и последний зачеркнутый день состоит 16 октября вот этого года, 2021. А мы пришли 19. Отсобная часть хозяйства от ООС Уваров. Андрей кокосы вскрывает. Вот один уже вскрыт. Вкусно. Эй, ты снимай, снимай. Нет, уж мне это дайте. Вот это вот баунти, а не то, что в шоколаде спрятано. Мы тебе кокосиков заготовили. Может быть, скоро придем, а может и не скоро. Смотрите, как хотите. Я освободила ящики под столом. Мы еще везем, там у нас штук 20, как минимум, может, уже больше. Самый большой остров на его территории, на его кольце, называется Энкоридж, то есть якорная стоянка. И только здесь можно парковаться яхтом, потому что, когда можно было швартоваться, вернее, вставать на якорь где-то еще у других маленьких кусочков от ООО, за все это время случилось здесь 7 кораблекрушений. И после этого администрация национального парка решила, что вставать на якорь будут только здесь. Лагуна не очень большая, она окружена рифом, и при изменении ветра яхта подходит к одним или другим кораллам ближе, и, соответственно, вставать на якорь надо очень аккуратно. Ну, а теперь давайте пойдем в ту сторону Атолла, там как раз мы увидим заход в Атолл, здесь он довольно широкий. Новый Рейнзер у нас тут объявился на Атолле, порядок наводит, расчищает тропинку. Вот примерно так Том Нил жил, один венешеньку. Сейчас вам покажем тренажерный комплекс, который есть у местных рейнджеров. Сначала, первый день, я не понимала, что же это такое, что это за система тросов, блочков и вот такой вот петли. Часть от яхты, которая здесь затонула, мы там, наверное, уже показывали, как она на дне покоится. Вот, и из нее сделали вот такую штуку, можно на ней, наверное, как-то поотжиматься, типа брусья. Надо их прикрепить. Сейчас настроимся. Вот, все, это все работает. Вот. Офигеть. А может, надо спиной к дереву с видом на море? И часть номер два. Ну, здесь, наверное, вот, как-то вот так. Тренажерный зал из подручных материалов на необитаемом Атоле. Их причем на дерево, а дерево проросло через них, видишь? Ну, вот это вот, не вот для этого, вот, чтобы вот так вот делать? Ну. О, ладно, еще кокос где-то было. А вот это вот не может быть гирями, потому что они гири. Чего они тут стоят? Здесь какой-то цех по обслуживанию аккумуляторов. Видите, пошли поливать огород. Давай я подъезжу. Позови русских, и они польют вам огород на краю света. Ой. Ну, ладно, кокоса и вода тут есть. И базилика чуть-чуть. Наши добычи. А вон плоды маленькие хлебного дерева. 50. Малюсенькие. Вот таких баков здесь 6. Дождевая вода по стокам наполняет баки, и на момент нашего прихода все они были заполнены. Мы вот постирали небольшое количество наших вещей, которые теперь сушатся, надеюсь, что высохнут. Следующую майку буду поласкать, которую я запачкала шоколадным тестом для торта. Давай, топай. Если вы посмотрите вот сюда, там просто стеной стоят кокосовые джунгли. Вот что жадность-то делает с людьми, а. А они сейчас смажутся, что я не могу. Кокосов за годы существования атолла нападало столь много и падали не настолько часто, что этот лес просто представляет собой чистокол из кокоса, из которого растет пальма. И вот только вот этот небольшой, даже не пятачок, а такая просека от лагуны наружу атолла шириной метров 50 позволяет пройти к морю. Мы вчера ходили ловить храбов и несли с собой корзиночку с дымучкой клады, чтобы нас не сожрали. Вот в этом месте сидеть очень удобно и приятно, потому что посадный ветер сдувает всех москитов вглубь острова, и здесь они особо не докучают. Сейчас мы увидим риф, который на отливе оголился. Здесь довольно много крабов, цветных красивых рыбок, в том числе любимых нами с капитаном рыбок-попугаев, от которых мы чуть не умерли от сегуатеры 3 года назад. И здесь довольно много рифовых акул. Они на людей не нападают, соответственно, подплывает буквально рифовая акула сейчас. Плавник характерный с черненьким пятнышком наверху, это как раз она. Древний полинезийц Андрей и Лада. Есть улов? О, будет что пожарить. Три штуки, еще ракушка там есть. Отлично. А картошку взяли? Картошку взяли вроде. Короче, сегодня будет прекрасный ужин. Да. Я так давно крабов не ела. Мне кажется, я последний раз съела краба, обушевает. В домик рейнджеров мы идем воду набирать. Страшная стоит жара. Вон там Андрей с Настей что-то убирают, что не надо мочить. А все остальное можно мочить. Окна опустите в спальню. Окна у нас задраны. Такие у нас штуки, которые держат окна открытыми. Подплывай, лови с бутылками сумку. И вот эту сумку, которую нам надо постирать. Опа, рикошет. И вот эту, Лат, чем-то прижми. Давайте, наберите побольше воды и возвращайтесь опять за ней. В красивых местах эсмены стирают свои вещи, делают ремонт, о чем на занят капитан, и набирают воду. Здесь набирается вторая канистра, поскольку шланг очень короткий. Вот такая система. Кто это, твой друг? Это рак-отшельник. Ладно, тебе повезло, а еще не добрая. Кто это все настирал? Я! Сейчас идем на правый борт, а надо на левый. Правее чуть-чуть. Ладно, сейчас уже близко, там папа стоит, и он нам, надеюсь, поможет. Если его интересуем мы, а не только канистры. Вот наш отважный капитан в трусах. У нас есть чудесная питьевая канистра с очень секретной пробкой волшебной. Только ты ее снимаешь, открываешь, достаешь, переворачиваешь, закручиваешь. Устанавливаем ее над отверстием водяного бака в яхте. Зажимаем пальцем отверстие для воды, переворачиваем. Неудачно перевернули. Но мы не сдаемся и продолжаем борьбу за воду. И вот примерно вот так это все и происходит. Кто такие яхтсмены? Это люди, которые занимаются ремонтом яхты в самых живописных уголках земного шара. Вот у нас очередной ремонт. Проблема с гиком. Эта вот часть. Проблема в том, что разболтались закрепки, которые его держат. И он грозит переломиться в том месте, где ему не надо было ломаться. Вообще ему нигде не надо ломаться. И сейчас будем его снимать, пересверливать, переклепывать. Продолжение следует... Сейчас остались остальные гнезда. Мы туда покупали лодку, а мы с тобой постоянно. И когда птичка, то остальные гнезда. Шура, пилите мачту, она золотая. Тихо укоротили. Четыре с половиной сантиметра. Ну вот теперь слегка обработать напильником, сверлить дырки новые и приделывать вот эту мачту. Они, наоборот, вытягиваются. Вот такой вот отдых на райских островах. Яхтинг, как он есть. Сейчас собираемся сделать заплыв на коралловый риф. Надеюсь, что встретим там красивых рыб и можем встретить несколько акул. Акулы, мы идем. Акулы, мы идем. Вяжем на цепь, чтобы не сцепляться за коралловым. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь чуть не разразилась экологическая катастрофа, потому что завезенные людьми крысы переели всю местную фауну, которую только могли достать. И вот в 2012-2013 году администрация национального парка и экологи объявили охоту на крыс. Но случился такой пердемоноколь, что вместе с крысами потравили и огромных кокосовых крабов. Кокосовые крабы, это ребята с семьи тех кокосовых крабов, которых мы видели, скажем, в Мексике. Это совершенные мутанты. И я подозреваю, что испытания ядерного оружия, которые производились на атоллах в океане, как-то повлияли на кокосовых крабов, потому что они приобрели какие-то исполинские размеры. Самый большой, которому мы видели в норе, прозвали его с Ладой вождем. Так у него лапы вот такой вот ширины и увенчаны они такими секаторами. И Лада засовывала к нему вот этот секатор палку диаметром 2 см. И он ее вот так одной клешней, просто одной левой перекусывал. Они совершенно вселяют ужас кокосовые крабы, наверное, потому что они размером с кокос, когда сидят. Да, они стоят на лапы, они размером с 2 кокоса. Вот такой гигантский пальмовый краб. Он может палец откусить на ноге. Если ты ходишь здесь в темноте, как случилось вчера, например, у нас, то нужно внимательно смотреть, потому что если он почувствует исходящую от тебя опасность, если ты на него наступишь, он тебе точно оттягивает палец. Мы на них не охотимся, не только потому, что не хотим проверять, ядовиты они или нет, запрещено их есть или нет, а просто тупо какую-то бандуру убить, ты не знаешь. Мне кажется, если ты начнешь ее готовить к тому, чтобы съесть, она тебя первая съест. Вот, и поэтому просто наблюдаем за тем, какие они удивительные и страшные. Они разноцветные, мы вчера видели красного, серого, синего. И в свете фонарика, когда этот синий краб сидел в засаде на ступеньках и ждал, когда мы с Юнгой подойдем мыть посуду, у него горели еще глаза. Как вы понимаете, главная достопримечательность от Тола Суворов – это крабы. Кокосовые. Мутанты. 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 WILDRAGON. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно делитесь этим видео с друзьями.